Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в рамках ознакомства, в рамках разговора с сторонниками нашего движения человек, который постоянно ходил на все митинги, даже участвовал у нас в пикетированиях, в двух пикетированиях. Он не является тем активистом, который из движения, но он всегда поддерживает нас и в основном поддерживает посредством социальных сетей, поскольку, наверное, сегодня социальная сеть – это уже неотъемлемая часть жизни современного человека. Представляю вашему вниманию Санал Минкеев. Санал Минкеев у нас уже человек в возрасте, 47 лет, отец троих детей. И вот Санал, представьте, пожалуйста. Минкеев Санал Викторович. Миндут кентермет. Давайте сразу начнем, Санал, с такого вопроса. Вот я уже сказал, что ты как бы на сторонник поддерживаешь. Почему именно ты решил ходить на эти митинги? Почему ты решил поддержать нас? Почему ты участвуешь в этом протесте? Я не люблю слово протест, но его приходится говорить. Почему ты в этом участвуешь? Что тебя сподвигнуло на это? Ну, вначале я пришел туда из любопытства. Это на какой митинг я пришел? Я пришел на 1 октября на пагоду 7 дней. Я пришел из любопытства. И прежде всего, мне, конечно, тоже возмутило появление трапезников в нашем городе. Ну, даже не так. Пришел просто, думаю, такого не было у нас в городе еще. Ну, по крайней мере, на моей памяти такого я не сталкивался, не видел такого протеста. Как это все будет происходить. Поэтому я пришел, посмотрел, увидел. Люди собрались. Ну, как-то это позиционировалось как молебен. Поэтому пришли, посмотрел, все. Высказались. Каждый высказывал свое мнение. В принципе, я не видел ничего. Ты, по-моему, не наступал. Я вообще не политичный человек и не был никогда до этого ни на каких митингах, ни участвовал в пикетах, тем более. Когда я увидел это все, посмотрел, послушал. Какое-то время пришел осознание вот этого всего происходящего. Потом, незамедлительно, началась уже репрессия к ребятам, которые выступали. Нет, стой, давай по репрессии еще рано. Что, вот, я помню это, да, молебен, митинг, который прошел 1 октября. И вот там же, ты когда внутри находишься, там же другая атмосфера. Вот эта атмосфера, которая, там, для меня, это по какой-то степени, это было, не в какой-то степени, в первую очередь было это сплочение потенил тех представителей нашего народа. И она, как бы, зарядила, потому что ты внутри находишься, и ты тебя так заряжаешь, что, я думаю, ну, мне, наверное, в том, с теми знаниями, с тем опытом, который я прошел на предвыборной кампании, вот это вот, участие в том протест, именно 1 октября, оно дало мне такую вспышку, и до сих пор я вот двигаюсь. Вот, повлияло ли на тебя вот это внутреннее чувство, которое было внутри протеста, то, те вот эти обстоятельства? Несомненно. Если бы не повлияло, я, кажется, уже потом больше не пришел бы на следующие митики. То есть, мне хотелось уже, я почувствовал, что можно изменить. То есть, ты проникся этим духом? Я подумал, что можно изменить, и все-таки, хотя многие, да и по сей день многие мои знакомые, все говорят, что, что можно изменить, ну, что мы можем сделать. Ну, вот, пока только интуитивно я могу сказать то, что, да, можно изменить. Я не могу привести пример, что что-то изменили, там, вот сейчас, например, нашими действиями, например, там, Трапезникова убрали, там, или еще что-то, да, пока ничего. Пока я вижу, конечно, да, идут репрессии. И вот, когда началось вот эти репрессии, вот, ребят, которые выступали, ничего такого я не видел, что бы сказали, там, то есть, и меня уже тогда заделает. Еще больше. Еще больше заделает. Вот это уже начало задевать. И я, общаясь со своими знакомыми, там, все, и вот всех, собственно, задевает это. Ну, как это так? Ну, ничего такого. До предыдущей, там, Орлов, да? Ну, что он сделал? Там, я знаю сотни, да, своих знакомых, которые все в один голос, когда он уходил, говорили, радовались. Говорили, наконец-то. Ну, после вот этих водоканалов, вот этой левокумки, вот этой водохранилища, чего только там, вот этих мясокомбинатов, вот этот Киченеров, который он поставил, там, да, едешь, как будто магнит в степи стоит. Люди уже, это, ну, отчаялись, просто, ну, веру потеряли, власть, просто уже, как на всех ступенях уже. Просто, ну, нет уже такой веры. Когда шел Бату, еще в марте, еще какая-то, типа, такая небольшая, но надежда была. Наивная еще, конечно, тогда была, но все-таки надежда была, чтобы что-то изменится. Вот Орлов уйдет, и вот встанет, все хорошо. Ну, вот как после появления Трапезникова, был до этого Зотов, сейчас Зайцев, и, по сути, мы видим, что ничего не поменялось. Все то же самое. И даже еще хуже. Ну, неприятно, конечно, говорить это, да? Ну, у нас, как народ обычно, собрал чемоданы и уехал. Там, куда, там, на заработок, все, больше, и, ну, таким образом, как бы, полреспублики, как бы, показывает, ну, что, ну, нету будущего. Даже дети, вот, сейчас заканчивают тоже, едут учиться. Как правило, мало кто сюда хочет возвращаться, потому что, ну, нету здесь ничего. Кто здесь находится, это, в основном, бюджетники там, то есть, ну, они все в систему вставлены в системе. Естественно, ну, страх. Что такое страх? Ну, это вот, ну, я сам, можно сказать, тоже боюсь. Боюсь, боялся, ну, думал, как у нас обычно говорят, так че бяга, ну, не говори лично, то есть, зачем это, что она даст, все равно ничего не даст, что ничего не изменит. И так, в основном, все же так говорят. Поэтому я как-то и не особо в этом плане. Ну, просто сейчас уже, завтра 48 лет будет, туда дальше, вообще 60, а там уже и умирать придется. Думаешь, ну, если сейчас я не скажу, когда сказать? Я смотрю на своих дядей, тетей, они уже тоже пожелали, они боялись раньше за себя, за работу, за детей, сейчас боятся за внуков. И так, и жизнь прошла, всего боятся. А когда говорить, ну, таким образом, власть, ну, руководство, то есть, этим пользуется, и творят, что хотят. Мы, если вот так себя ведем, будем молчать дальше. Так же и мы будем, такой же Орлов будет. Появится там какой-то другой еще, он там придет. Если он будет видеть, что такое болото, да, реально, и он будет тоже творить. Там хоть кто будет, ну, в смысле, если такая система уже. Просто эта система, если она начинается, в принципе, вот с самого начала, то есть с человека, когда он задает неудобные вопросы. Потому что я знаю, что эта власть, она боится. Она, я, боится она нас, боится активистов. Почему она вот эти репрессии все вот эти делает? Потому что она боится. Боится, значит, не может управлять так, как хотела управлять. А хотела она управлять так, чтобы все, что она творила, всем было без разницы. Всем, кто хотел, все вот так, знаешь, а, ну, своровал левакомки, да и бог с ним, будем ходить покупать этими канистрами, бегать. Ладно, водохранилище там, да, тот до этого космодром там какой-то, или там порт, еще буду заливать вам это, лапшу. Или еще какую-нибудь лапшу. И вся эта лапша, все прокатывает, прокатывает, даже вот с парком дружбы, когда, помнишь, люди возмутились насчет этих ворот. И уже раз он начал что-то двигаться. Один блогер возмутился в интернете. Да, уже началось двигаться. То есть точно так же и сейчас, например. Это вот, кстати, насчет этого блогера, это очень хороший пример, да, мне кажется. То, что интернет, то, что общественное мнение сыграло, и люди там, и переделались же они, в конце концов. И я считаю, что это очень шикарные примеры, и так нужно двигаться. Нам вот примеры показали, то, что я увидел это, подумал, что это все работает. Она может все-таки работать. Да, конечно, репрессии никто не вернет. Я даже уверен, что это будет, и это делается. Это как бы, ну, уже не такие репрессии. Помнишь, как в Советском Союзе были репрессии, когда стал жениться на там, то есть вообще выкидывает. Да это по сравнению с этим, да это вообще детский сад получается. Да, и чего этого боятся? Джульпурса смешно. А они нас больше боятся. Они-то нас больше боятся. Они уязвимы, они уязвимы. Они боятся свое кресло. На них письмо напишут, на них заявление напишут, жалобу напишут. Они публичные лица, они уязвимы. Они будут там, дадут отбрекаются, оправдываться. На меня напиши, на тебя напиши. Мы с тобой обычные люди. Ну, написать, написали там ничего такого. Вот я считаю так, наверное, и за это нам нужно активно двигаться, писать, говорить, ходить. Вот ты говоришь, страх, да? Я согласен, страх это вот, я считаю, что страх это вообще очень плохая вещь, неправильная направленная вера. То есть того, чего мы боимся, то и получаем. То есть ты вот, наверное, сегодня, вот говоря такие слова, ты боишься и делаешь, или ты перестал бояться? Я бы не сказал, что я перестал бояться. Ну, как бы сказать, я не скажу, что я такой храбрый там или еще что-то. Я постоянно тоже переживаю, потому что у меня есть семья, дети. То есть я переживаю, у меня есть родственники, у меня есть куча обязательств. Я тоже боюсь, в смысле, я тоже уязвим, как и все люди, поэтому все люди боятся. Просто я просто хотел бы еще раз повторить, просто дальше мне уже бояться. Смысла нет. Смысла нет. Вы думаете, уже скорость 60, там 7-7. Чего бояться уже дальше? Просто, когда ты боишься в 20 лет, ты думаешь, там устроиться, когда на работу, да, какая-то там, да, это же потом будет мне какая-то проблема. Я многими разговариваю, там 20-летним, 30-летним. Они там что-то там, это, да, я шли, ну, ну, что меня ждет? Я прекрасно знаю. Вот если дальше так, то нас просто ждет отсюда еще раз собраться и уехать отсюда. Как, собственно, тысячи, может, уже десятки, да, уже уехало так. Просто мы надеемся, что что-то изменится, что-то изменится. Или как вот синдром заложников, да, которых, ну, которых, ну, как рабы, да, они же, это, они же потом своего боготворят, это тот, который над ними издевался, они потом его боготворят. Ну, это, в принципе, и тот же самый вариант. Мне становится привычками. Да. Мы начинаем, бывает, ну, особенно мы Халим Гуджи, да, любим там вспоминать свое героическое прошлое, там, то, какие у нас предки были сильные, там, то есть, начинаем рассказывать, там, что мы вот вообще чуть ли не герои. Особенно арки луна, когда там вообще все прям грудь кулаком бьют, то есть, а когда так, вот, уже начинай бояться. Просто, да, скажи, да, ну, выйди, да, ну, власть, вот, то есть, он, нету, вот, а если у него небольшой, там, кусочек власти, так он еще больше боится. Он же боится за эту власть свою, ну, в смысле, что за работу. За работу, получается, боится. То есть, и это, если в системе они, вот, это, в принципе, так. Я заметил, в основном все, кто, как правило, выступает или что, они не вне системы. Ну, да, да, в основном. Вот, я посмотрю, ты, вот, например, Макс, там, ну, любого возьмите. Мы не работаем. Да, мы не вне системы все. Они хотели работать. Ну, как бы ты не в системе. Ну, да. А если бы был бы в системе, на тебя бы был бы элемент рычага воздействия. Как, собственно, и на сотни наших родственников, которые сидят, но они нисколько не боятся, и там, моих друзья, то есть, они все с нами. Не, у меня есть очень много друзей, которые работают в системе, и они ходят на митинги, но они вот, вот как ты, не у нее не уступает, но ходят на митинги, стоят, показывают, что они, ну, это уже считают, для их положения это уже смелость. Да, смелость, но все в системе, понимаешь. Это, знаешь, тоже идет, есть определенная черта, в которой человек уже дальше перейти не может. Есть черта, в которой мы-то, дальше можно еще идти, и идти до конца. Ну, в основном, в основном людям черта начерчена. Вот как ты думаешь, что им нужно делать? Вот им, которые там работают, имеют должность какую-то, да, и вот, ну, понимаем, считай, что все дальше крах. Что им делать? Ну, ты, таким вопросом. Ты видел, Галина Дарья, сказал, сказал, дал интервью, когда было, она сказала, разделена на две части. Сидишь, ждешь, когда тебе кинут кость, или надо говорить, и тебя за стол посадят, и выслушают, еще, может быть, на равных будут разговаривать. Ну, тут вопрос же. Это, мне кажется, самое главное, вот, ее выступление это было, вот, для меня, вот, вообще, той точки, надо конкретно расставить. Ну, у всех же есть вот эта черта. Да, ну, она может быть у кого-то слишком маленькая, там, дойти до митинга и постоять там за деревом, ну, не зайти за рамку, а просто где-то там постоять. Другого черта зайти на митинг, ну, кто-то будет, пойдет дальше выступать, кто-то еще дальше. Это у каждого своя, это возможность, серта, или насколько он в системе, ну, повяз, насколько он в системе, глубина его там системности. Ну, я так понимаю. Согласен. Ну, ты понимаешь, да, что, вот, ты ходил на все митинги, вот, я очень благодарен, ты, ты ходил, вот, на два пикетирования, ты стоял, ты даже сам вызвался, я, вот, сам, наобросился, пошел, да, наобросился, пошел. И вот, а ты понимаешь, что вот митинги и пикетирование, это тот минимум, да, который обязательно должен делать тот или иной активист, гражданский активист. То есть должно быть какое-то другое действие, другой пример, чтобы дальше воплощать те идеи, те ценности, те свои планы, которые ты, о которых ты озвучиваешь на том же митинге, на том же пикете. Ты согласен с тем, что митинги и пикеты это минимум? Согласен. То есть тогда получается, вот, ты как активист, ты, ты, как, ты, нет, ты, 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 как человек, пробудившийся гражданин, должен делать что-то большее. Согласен с этим? Ну, я просто иду до своей черты. Ты иди. То есть у тебя своя рамка? Я тоже знаю, что у меня есть определенная черта, я, конечно, дальше, например, я не смогу, сколько смогу идти, ну, в смысле, пытаюсь идти. но я вижу как сложно это и не только мне это людям всем с кем я общаюсь там сразу то с того с тем кругом людей не думаю что что-то вот мы пытаемся изменить что-то но тут же как бы сказать калмыки это составная часть россии на сегодняшний день так что происходит в россии не мне мы объяснять это все прекрасно знают люди боятся мы сейчас тут как история повторяется дважды как сказали один раз вот был ссср вот этот был железный занавес вот это была система партия да вот эта вся система добыла был солженицын был сахаров прошло время все вот все промеруты сейчас заново формируется но уже как знаешь уже уже не так конечно уже не советский союз но схема то тоже партия опять же вот как бы же занавес так называемый и уже конечно уже нет такого как называется это все смешно конечно она как называется люди боятся еще помнят советский союз помнят те репрессии еще не умерли которые сибирь прошли то есть вот тот же моисей 40 лет в один день допустим это же легенда ну а наш как бы сходится что еще та психология счета психология когда нас песочили на комсомольских собраниях за всякое такое это 6 еще все сохранилось мы это прошли еще помним от эти выставления то есть ну как и человека можно как поэтому люди ищу поколение вот это пласт огромный пласт уже еще но есть своим молодым детям говорят так тебя типа аргудя в смысле печа посмотрим на этих молодых ну смысл то есть а тут идут репрессии пацанов таскает то есть мы знаем три административки уголовка идет также на 4 на 4 большую старта старая мы видим штраф большой жамз виде мы же все слепые видим это фабула дел не просто смешно там по сути то есть ну как бы называется и насколько и все это тоже же не слепые люди мы говорим да вот например активисты хотят сказать вот боятся почему не пробуждаетесь на люди видят что смешные дела превращают то есть и все равно штрафует хотя там просто ну тут же например вот возьмите оправдывают тут же соглашается тут же митинг санкционировали перри формулировка фраз несколько изменений те не принимает это и так же и пошло поехал по накатанной тоже машина вся крутится мы согласен знал как говоришь ты 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 говоришь поколение да еще то поколение которое во всеми же страхами а тебе не кажется что вот уже вот молодое поколение которое младше меня да вот у нас есть активисты которые вот одиану бушаил там максим да вот их возраст на лет 10 7 они младше они уже другие они уже другие они это не помню они наоборот и идут за патриотизм то есть не тот ложный патриотизм до который там они будут урлан и попер да нет действительно знает свои традиции обычай вспоминает кто мы-то такие кто мы были знает всю историю и связи зная ту историю они начинают об этом говорить и возрождать и у даже при песне то тот же дима шараев даже песню ты видишь какая свет на сэссетом это мне кажется вот там 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 и заложено через слова что пора нам пробуждаться просыпаться и вот я вот мое мнение про твою грань да может быть нужно перейти эту черту уже чтобы до конца пробудиться что-то сделать и что-то делать уже каждый свою черту перешел при этом ты говоришь но эти репрессии по сравнению с теми репрессию не что же ничего страшного дали тебе административ вот мы у меня две административы дали дали ничего там я я думаю до уголовки у мало у мало меня хватит чтобы это не довести дал так может быть нужно перейти тут я тебе скажу не то что у тебя там хватит или не хватит в этом деле совсем другая система могут помимо твоей воли подставить это в смысле система так работает и не от тебя может зависеть будет это волевое решение и судебная система работает по этой схеме палочной системой там я начальник ты дурак по этой системе я могут по-любому это не ни о чем а то что сейчас происходит это вот благодаря как раз вот этим молодым ребятам вот как раз и что что мы сейчас сидим с тобой разговариваем о таких вещах это благодаря лукиты вот этим наладим ребятам потому что ну из нашего поколения мы вот еще еще не выпрыгнули вот все таки это черта она где-то в мозгу глубоко не дает еще пока перейти но она состоит то не везде ну в смысле как сказать вся страна ими все она такая согласие то россия сейчас например сам слышал чем дальше отходить если калмыкия в контексте с россиями сейчас путин и сейчас какие-то собираются изменения конституции это не отлимывая часть все это всего происходящего мы все понимаем наш к чему все это идет сколько мы продержимся как все это будет никто не знает и люди люди почему боятся именно вот этого они не знают если по всей жизни завтра происходит произойдет кремлевской власти мы еще и поддерживаются назначением трапезника был бы от а тут сам себе проблем создал наоборот пробуде я не думаю что вот бату хотя он говорит что я там знаком с трапезником там вместе выполняли какие-то боевые задачи или даже не боевые государства и задач я не думаю что он это какие может быть мы смысле с трапезником они даже мне кажется и не были знакомы и он и зайцева собственно и не знал не знал и троицкого не знал то есть то есть вот эти фигуры это явно навязаны не бату и вставил не бату их может снять если будем честны до конца так что батон бату он как сказать ему под назначили как назначили так и будут такая задача его тот же орлов все люди говорят до нашего все земляки говорят да он врал путину да почему так почему а потом же орден же получаешь систему идет совет федерации вы думаете там случайных людей не бывает там не может человек врать потом получать орден и товарищ путин как будто что-то этого не знал это я не верю это изначально все было обчерчено у нас вертикаль там наш это мы все в армии служили знаем что такое на едином начале что там в роте происходит ты всегда знаешь любые события все по этой системе там если там в коптерке какую-то мутные дела делают все знают все знают конечно все знают это классика жанра ну просто дают потому что знает что потом это мы этим мутами решают там можно какие-то тоже что-то списать что-то на кого-то повесить это просто классика точно так же и здесь люди у нас битый народ весь биты перебиты и вот эти под всеми репрессиями прошел через особенно наш народ поэтому боимся ну может быть не такие там храбрые там то есть мы просто осторожны и знаем что дальше еще неизвестно чем будет с тобой согласен так ну давай следующий вопрос на тут как ты ходил на на выборы вот 8 сентября у нас выборы будет выходе для кого голосовалась не секрет ехал это манджика ты заманчивался а вот а изначально ты начал говорить когда вот свою речь ты говори вот были надежда была на изменение какие-то вот как ты относился изначально к хасику когда он пришел исполняющий обязанности надежда была в начале надежда была то есть это думаю что порядок какую-то будет определенная какая какая-то все таки минута человек надежды же связи с чем разочаровался где тот пик где ты разочаровался просто на трапезниках теперь еще бы я бы еще бы да там простил бы там за них трое суету зайцев там то есть он у на трапезника и уже мне кажется уже было я уже край вот эта черта уже все за которой я уже все ну и потом же я и понимать стал уже что когда я видел что по всей вот им будь я бы на месте например хасикова увидев такая такую ситуацию до при когда ему говорили что кто твой народ или вот трапезников и кого-то мы там это то можно было бы если полного бы убрать его там нужно сотни поменять этой ситуации но просто не он ставит не он ставил не он не может убирать там идет под коверное кремлевская и когда уже первый кто поздравил трапезникова сурков 6 везде тут все стало ясно сейчас все сейчас вот ходит слуга слух еще не подтвержденный брала то что господин сурков уходит из администрации президента у меня на например появилась определенная надежда того что трапезник уйдет и это пикетирование какая-то уже было проведено вчера вот с ребятами советую россии к этому его и приурочили к тому что привязаны было потому что сурков ушел но это уже но я не настолько наивен конечно ты не думаю что в кремле это такие люди как сурков так уходят конечно они просто там идет перед тусовка колоды просто направление вот это донбасс боем его не уберут он там же остались он такой ваш бог богат человек влиятельный чем они все системные люди просто это перестановка карт тот же медведи вас передвинули туда это все как называется идет большая игра мы эту игру не знаем как она все будет по всей вероятности ну понятно санас нас так же для нашего народа для нас это ничего хорошего это прям стопроцентно здесь здесь я говорю для калмыков ждать что-то что нам что-то будет прям вот именно в манна небесная или еще что-то там на нас упадет это не тут на нам не надо ждать не как-то нет ни трапезников не там не бату не изменит там не орлов до этого если он получает ордена за то что нас же как называется и потом и ходит совет федерации то есть эта задача он выполнил задачу и получил за это бонус то есть следующий пришел выполняет задачу как нам хуже становится что нам делать знаешь нам надо выжить как вот просто выжить вот как наши речки и авки в сибири у них была основная задача выжить тогда не было они не могли и нашу пойти против сталина там против сибири сбежать сибири да они вы просто выживали сейчас сейчас такая же история мы выживаем но мы можем пойти против хоть но не мы идем мы идем как с ветряными мельницами мельница крутится этот хасиков завтра будет другой там они же поставят сейчас поменяет колоду поменять будет такой же мы не мы не можем пока выбирать я не видел еще не помню по крайней моей памяти чтобы были честные когда-то выборы такой промежуток времени был когда мы честно голосовали то когда кирсан шоу девяносто втором году тогда было на фоне развала советского союза и на фоне это михайлов с басанговым к 93 93 да и на фоне того было да тогда шли честный арк шел сильный это генерал а через и сшел сильный кирсан они столкнулись и тогда было реально честные честные выборы и на этих честным тогда кирсан единственно но во сей после этого ни одного честных выборов мы уже и не видели и что что нам сейчас проплетает все так говорят честные выборы будут сейчас вот когда вот молодежь сейчас поднялась сейчас они проводят вот эти митинги и вот сейчас этот активист и вот это сознание появилось скрытый вот например вот активистов не так много например поддерживающих как я да тоже ну не так что в принципе вот сколько на митинге людей в этом тысяч пять мы собиралась максимум может а сколько поддержит которые так дотран я думаю много их еще больше я уверен что его на вот и вот если такая вот масса сейчас таком вот следующие выборы это уже будут действительно уже не такие как то есть мы сможем бы я сейчас честно выбор на честных выборах можем при таких обстоятельствах снежный ком собирается он к давай сформулируем при том что народ поднялся сейчас о том что народ созрел при том что да пусть они даже не ходят на митинге но при том что мы знаем то что вы да дорогие подписчики для наши жители уже внутри себя понимаете что нам нужно научиться вы выбирать правильно и правильных людей мы сможем провести прям так сможем уже отлично значит ребята на сегодняшний день уже силы силы я уже уверен что силы у народов и уже есть общественные движения на фоне вот активистов уже создается общественное движение от которых на сегодняшний день я вижу как она работает начинает общественными или он начинает работать ходит вот как вы ходите по кабинетам то есть и И люди уже видят, кто есть у власти, кто они, что они из себя представляют. Можно сказать. Но это отлично же. На сегодняшний день они ничего себя не представляют, как выясняется. Если честно, когда я решил ходить под депутатом, я решил показать их, кого мы выбираем. То есть для того, чтобы самая главная цель была показать, как мы выбираем, кого мы выбираем. А чтобы мы научились правильно выбирать. Если сейчас ты говоришь, что если мы следующие выборы сможем провести уже грамотно, правильно и по-честному, то это уже хорошо. Я к этому шел, если честно. Последний вопрос. Что ты посоветуешь нашим жителям, которые подписчикам? На канале «Зану Майд» будет размещено. И на канале «Это наш город». Что ты скажешь подписчикам? Что ты посоветуешь им? Ну, что я могу посоветовать? Ну, а себя лично, по-честному. Просто выживать. Просто выживать. Сейчас нам надо только выжить. Пока выжить. Потому что мы не знаем, что будет. Завтра, может быть, действительно такое будет в стране. Может, будет еще какая-нибудь... Не знаю, даже не могу представить, что может произойти. А нашему народу надо выжить. Но бороться надо за свои права. Мы можем бороться. Надо или можем. Знаешь, тут как сказать... Некоторые вопросы, да? Некоторые вопросы. Сегодня конституцию меняет. Допустим. Может, права не будет вообще? Может быть, и права не будет. И, может быть, за такие разговоры нас будут репрессировать. Потом подтягивать. Да. Уже подтягивают там на митингах. А кто еще будут покруче подтягивать? Может, статью ведут еще? То есть, понимаешь, я не настолько наивен. Но, зная, мы же прожили тут эпоху. И, как называется, что такое, это уже мы знаем. Поэтому, я говорю народу, надо выжить. Выжить. Все? Самому спасибо тебе, что пришел. Спасибо, что сам изъявил желание. Спасибо, что ходишь на митинги. Спасибо, что поддерживаешь. Зачем спасибо? Это же от меня.